МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Хелена Кузовкина. Здравствуйте. Алтай приходит в себя после мощного удара непогоды. Как и прогнозировали синоптики, регион в минувшие выходные накрыла волна циклона в виде мокрого снега и сильного ветра. Порывы местами достигали 30 метров в секунду. Без электричества осталось несколько населенных пунктов в 8 районах края. Сейчас подача света восстановлена. Трасса Барнаул-Павловск. Просто жесть какая-то. Видимость 1 метр. Вообще, если планируете выезжать, даже не вздумайте. Вот такими кадрами наполнили социальные сети в момент разгула стихии. В воскресенье еще до обеда полицейские были вынуждены перекрыть одну из федеральных трасс по направлению в Наукоград. Спустя несколько часов после того, как утихла метель, движение было восстановлено. За два дня сотрудники краевого ГИБДД зафиксировали более сотни аварий, в которых пострадал 21 человек. Аэропорт не смог принять и выпустить сразу несколько рейсов. Пассажиры, вылетающие в Москву, провели сутки в ожидании отправления. Самолет с баскетбольной командой «Алтайбаскет», которая возвращалась с выездных встреч, был отправлен на запасной аэродром в Абакан. Сейчас главные воздушные ворота региона работают по расписанию. Тем не менее, по информации краевых спасателей, затишье в крае временное. Период непогоды в Алтайском крае продолжается и сегодня. Синоптики прогнозируют метели, порывистый ветер и гололед. Рекомендуем гражданам следить за поступающей информацией. Тем временем, более тысячи человек пострадали в крае из-за гололеда. Свыше половины из них получили травмы на прошедшей неделе. 125 человек госпитализировано. В основном, люди падают во дворах, на дорогах и пешеходных переходах из-за того, что льда не видно из-за только что выпавшего снега. Травматологи рекомендуют пешеходам быть внимательнее и надевать в это время года удобную нескользящую обувь. Женщинам по возможности не носить каблуки. Кроме того, рекомендуется с предельной осторожностью обходить крышки люков, которые, как правило, покрыты льдом. Зеленая вода может пойти из кранов Барнаульцев. С сегодняшнего дня энергетики приступают к испытаниям теплосетей. Цвет воде придаст органический краситель. Для человека и животных он безвреден. Цветной вода будет в ближайшие две недели. Испытания продлятся до 7 декабря. С помощью окрашивания выявят утечки на теплосетях и факты использования технической воды в быту, которая не должна попадать в квартиры барнаульцев. Отключения горячего теплоснабжения во время испытаний не будет. Если зеленая вода появится в ваших кранах, сообщите об этом по телефону, который вы видите у себя на экране. Жители краевой столицы возмущены тем, что во дворе барнаульской многоэтажки построили платный каток. Деньги за лед, рассказали жители, здесь берут уже третий год подряд. Каток на придомовой территории по адресу Власихинская 81 стоит 50 рублей. Люди рассказали, что управляющая компания якобы без согласия. Жильцов сдала объект в аренду частному лицу. Почему каток построили во дворе многоэтажки и за что берут деньги, люди не понимают, ведь у катка даже нет раздевалки. Детям приходится переобуваться прямо на морозе. Я считаю, что он должен быть бесплатный. У каждого родителя, мне кажется, у детей и у взрослых есть свои коньки. Они пришли бы и покатались с удовольствием. А не каждый может позволить себе, если, например, семья из троих человек заплатить 150 рублей. Это очень дорого. Законно ли то, что общедомовое имущество оказалось в руках частника, расскажем в вечернем выпуске. Завершение о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крайне большой мороз, возможен снег до минус 8 градусов, обещают в Бийске, Олейске и Рубцовске. Около 10 ниже 0 в Славгороде-Тальменке. В Барнауле днем около 8 мороза, снег и юго-западный слабый ветер. Это все новости к этому часу. Ну а полная картина дня в вечернем выпуске новостей. Звоните к нам в редакцию 722-440. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова